Братья и сестры Все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Если мы не можем поговорить, то это тема необъятная. И как-то эту тему нужно немножко, так сказать, сузить. И мне хотелось как именно поговорить о том, как мы отражаем в нашей жизни славу Божию. Можем ли мы отражать эту славу Божию? Вообще это цель Бога и желание Бога, чтобы в нас отразить свой образ. Я думаю, что здесь мы находимся не случайно. И каждый из нас призван от этого мира, ну не просто для того, чтобы, так сказать, просто спасение обрести. Но желание Бога и для того, чтобы в нас отразилась его слава, его образ. Он над нами так работает, чтобы мы из людей, которые носят образ мира всего, сделать людей, которые будут носить образ славы Божией. И в этом цель была и нашего призвания. Ну, я хотел, так сказать, по порядку. Здесь написано, что взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. Взирая на славу Господню. Где мы можем увидеть вот эту славу Господню? То есть здесь написано конкретно взирая. То есть мы куда-то должны смотреть, на что-то смотреть. Так вот у нас глаза устроены, но у нас мы постоянно на что-то смотрим. Постоянно у нас, так сказать, зрение, оно одно из таких чувств, которые постоянно в действии находятся. Мы на что-то постоянно взираем, на что-то смотрим. Так, наверное, невозможно даже попытайтесь глаза закрыть и так вот, хотя бы прожить несколько минут жизни. Это очень тяжело. Тогда начинаем понимать, как вот эти слепые люди, насколько они несчастны. А так, если глаза у нас есть, то мы постоянно взираем. Ну, конечно, здесь и говорится о духовном, о духовных вещах, то есть на что мы должны взирать. И здесь даже лишенный такого физического зрения человек, он должен тоже взирать на что-то. И на что взирать? Вообще, наверное, многое зависит от того, на что мы взираем. Сейчас так вот, это свойство человека, что 80% информации он получает через зрение, сатана тоже так использует. И через зрение самые такие сильные впечатления человек получает. Причем, вы знаете, если сейчас распространены цифровые фотоаппараты, если там мы что-то записали на этот фотоаппарат, то можно легко и стереть его. Кнопочку нажал, раз, стер, и как будто и не бывало. Потом хочешь восстановить, а уже невозможно, да? А вот у нас память, она не так устроена. Вот то, что мы однажды как бы увидели, то, что запечатлили, то, на что мы взирали, оно так и остается уже. И даже иногда бывает человек, он бы хотел, он бы желал, сильно даже желание, чтобы вот это как бы раз, нажал бы на кнопочку, это исчезло бы из памяти, никогда бы не возвращалось. То, что когда-то мы увидели, то, что не надо было смотреть. Но это так не получается. И человек, те образы, которые он увидел однажды, он носит постоянно в своей памяти. И иногда бывает, в самый неподходящий момент эти образы приходят. И поэтому очень важно, на что мы взираем. То есть, что перед нашими глазами, на что мы смотрим. И если этот мир у нас, то, что, так сказать, он свою вот эту рекламу или свои мишуру блески представляет, старается завлечь, чтобы мы внимание обратили, то оно будет этим, наше сердце заполнено. И мы в этот образ будем преображаться, да? Взирая на это, мы преображаемся в тот же образ. Но если мы взираем на славу Господню, значит, будет преображение другое. Преображаться будем от славы в славу Божию. И где мы должны, где мы можем увидеть, на что взирать, чтобы увидеть эту славу Божию? Слава Господню здесь. Где эта слава Господня? Знаете, слава Богу, нам дано такое духовное зрение. То есть, мы можем видеть не только то, что вот непосредственно перед нашими глазами, но также можем видеть дальше. И Священное Писание нас призывает взглянуть немножко дальше. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, чтобы мы взирали, и это должны мы вообще всегда взирать, это на Голгофу, на Голгофский крест. Хотя это, увидеть это вот так просто, это невозможно. Голгоф от нас отделяет уже почти два цвеков. Это огромное такое пространство времени, да? И, кажется, это настолько уже такая древность, настолько это уже прошлое. Но, братья и сестры, Слово Божие говорит, чтобы мы взирали на Христа распятого. Вот там проявилась, я как понимаю, наибольшая слава Божия на Голгофе, 2000 лет назад. И мы имеем такую способность сердца на это взирать. Я думаю, даже мы к Богу пришли именно тогда, когда мы увидели Христа распятого. Когда мы как будто подошли к этому Голгофскому кресту и обратили свой взор на Него. И тогда в нашем сердце изменение сразу произошло. Значит, смотрим на Голгофу. Друзья, в чем там слава Божия? Ну, вообще, можно сказать так, сосредоточие вообще славы Божией. То есть, все, что Бог в чем славен, конечно, мы Ему славу воздаем как Творцу, как Создателю. То, что Он весь мир сотворил, насколько все прекрасно, совершенно, насколько природа, все мироздание так устроено чудесно. Глядя на это, мы тоже должны славу Богу воздавать, да? Как написано, что они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, видя это творение, видя все мироздание, но они не прославили Бога. Там говорится об этих язычниках. И Бог предал их превратному уму. То есть, они не видели славу Божию в окружающем мире. Но это только часть Божьей славы. И Бог проявил себя многократно, многообразно через пророков, которые наставляли заблудший мир, заблудших людей вернуться к Богу на древние пути. И тоже, насколько читая Священное Писание, насколько чудесное было, насколько славно их служение, какие прекрасные плоды были от проповедей. Но это еще тоже только часть славы. Но вот когда в мир пришел единородный Сын Божий, Иисус Христос, и когда Он принял на Себя грех всего мира, и пошел добровольно на смерть, на распятие, вот здесь в полноте явилась слава Божия. То есть, Бог проявил Себя так, как Он есть. Я, кстати, не дал определения, что такое слава. В общем-то, определений много существует, но самое такое короткое, простое может быть. Слава – это известность по качествам, по каким-то качествам. То есть, ну, может быть разного рода слава. Может быть добрая слава, может быть дурная слава. То есть, если известен какой-то человек, какая-то у него характеристика есть, она так широко известна, он уже имеет какую-то славу. Но вот в чем слава Бога? Известность Его по качествам. То, в чем проявил Бог себя. И на Голгофе, в Иисусе Христе, при вот этой жертве, Бог проявил себя во всей полноте, то есть во всей своей славе, во всех своих качествах Бог проявил. Мы видим, взирая на Голгофу, мы видим Его любовь, Его милосердие, Его жажда прощения людям. Когда мы видим образ страдающего Агнца Божьего, мы воздаем славу Богу. Я думаю, когда у нас какие-то моменты случаются, переживания, уныние, трудности в жизни, на что мы будем взирать? Для меня лично всегда таким утешением, исцелением является вот этот взгляд на Голгофу. Так вот, унывая или переживая, думаю, неужели я, когда посмотрю на Голгофу, неужели мои страдания, они больше, чем Сына Божий? Не может быть такого. Он страдал больше, страдал за меня, страдал за весь мир. Я унываюсь за каких-то таких вот мелочей. И взирать на Голгофу мы преображаемся в тот же образ, братья и сестры. Это, может быть, не происходит как-то так, но ясно, очевидно. Воздавая славу Богу, взирая на Голгофский крест, мы преображаемся в тот же образ, ту же славу. Так, обратил внимание, когда у нас какие-то переживания, и есть желание как-то быть ближе с Богом, мы часто вспоминаем какие-то христианские гимны. Не знаю, у всех так или нет. Я сам не певец такой, но у меня часто так бывает в сердце, что, может быть, когда никто не слышит, чтобы так Бога воспеть. Но вот я обратил такой момент, что замечаю, что часто у меня почему-то выбирают такие гимны или псалмы, которые воспевают не Бога, а мои чувства. Вот у меня тоска, вот еще там что-то, и вот как бы воспеваешь свои чувства. Но от этого, по-моему, только как будто бы еще эта тоска больше становится. А потом я обратил внимание в Ветхом Завете, там, когда служение в Иерусалимском храме, там описаны вот эти вот левиты, которые учились воспевать Бога. И вот я обратил внимание, что они воспевали не свои чувства, не свои переживания, они воспевали Бога. Причем делали это день и ночь. Вот, ну, днем, понятно, что там в храме посетители, там слушатели есть, и вот они Бога, воспевают Богу, ну, так вроде бы как бы вот левиты, хор такой там, представьте себе, там несколько сотен, наверное, этих левитов было, как они Богу, какую хвалу воздавали. Ну, понятно, тут можно и, так сказать, ну, прилюдно как-то на глазах людей стараться, все, да. А ночью, когда в храме никого нет, ну, они тоже воспевали Богу. День и ночь они воспевали Богу. Они учились воспевать день и ночь. И вот так представить хор, вот представь, никого нету, ночь. И вот всю ночь воспевать Богу. Ну, если мы привыкли перед людьми это делать, тогда у нас вдохновения не хватит. Один гимн, там, может быть, два мы споем и все. И дальше у нас кончится вдохновение. Да что мы будем тут, кому поем, да? А вот левиты, они воспевали Богу. И вот я так заметил, что когда мы воспеваем именно Богу, не для кого-то, для Бога делаем, ему хвалу воздаем. Ну, у нас хватает вдохновения, можно даже всю ночь петь. И, знаете, сердце перемены происходят. Преображаемся в тот же образ. Воздаем холлу Богу, воздаем славу Богу. И мы преображаемся от славы в славу. Поэтому, взирая на Голгофу, на жертву Христа, на то, что Он совершил для нас, и если мы это делаем, ну, как бы от сердца, и не перед людьми, ну, просто, как бы, проповедовать, или говорить, или воспевать об этом, ну, не думать сердцем, как бы, не прикасаться к этому, тогда это просто, ну, как артистизм какой-то получается. Но если это сердце мы делаем, то у нас это преображение происходит. Мы меняемся, это факт, это на самом деле, у нас образ Христа отражается. Второй момент, братья и сестры, на что мы должны взирать? Славу Господню. Я думаю, второе яркое событие, которое в Библии отмечено, два ярких события есть, которые, ну, так сказать, вся Библия на них направлена. Это первое пришествие Христа и второе пришествие Христа. Вот, фактически, весь Ветхий Завет, он наполнен порочествами, или о приходе Христа в первом унижении, как Агнца, распятие его, смерти. И второе, второе такое, ну, событие такое величайшее, это славное второе пришествие Христа, когда Он явится в силе и славе для того, чтобы судить народы. И тоже, друзья, мы должны на это взирать. Вообще, фактически, это надежда христиан. Это наша надежда. То есть, событие, то, что произошло на Голгофе, событие, так сказать, прошлой истории, которое дает нам силу для этой жизни. Но еще впереди нас будущее событие ожидает. Прекрасное, славное событие. Приход Христа снова. Он обещал это много раз. Причем, по-моему, о втором пришествии написано больше, нежели о первом. И пророчество об этом больше говорится. И это надежда наша. То есть, мы живем как бы фактически верно. Ну, мало ли тут, мы разными делами здесь на земле занимаемся. Кто-то на производстве работает, кто-то Слово Божие проповедует, кто-то еще. Но мы все это делаем все временно. Здесь мы просто так вот, как гости, пока временно мы здесь находимся. Но вообще наше ожидание совсем другое. Наше ожидание – это когда придет Христос. Вот тогда все осуществится, что мы на земле не получили, то, что не осуществилось. Наша чая, наше желание – это встреча со Христом. И вот на это мы должны взирать. И когда мы туда смотрим, вперед в будущее, не знаю, такая чудная надежда появляется. Даже какие-то, пускай здесь у нас будут скорби, кажется, настолько темно. А посмотришь вперед, как, насколько прекрасно. Прекрасное будущее нас ожидает. Безоблачное прекрасное будущее. И как-то один брат рассказывал, на сердце у него были такие переживания, как-то уныние. И такая же погода была на улице, вот точно такая же погода. Так же дождливая такая, унылая, осенняя. И, кажется, все так соответственно такая, и никакого просвета. А ему нужно было лететь в одно место на самолете. Вот он сел, самолет, и, ну, самолет разбежался, поднимается. И выше, 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 потом входит в облака, потом еще выше. И когда он из облаков вышел, вдруг внезапно солнце осияло. И, оказывается, там выше облаков голубое небо, там солнце сияет. Такой прекрасный день. А эти облака внизу, которые снизу казались такими мрачными свинцовыми тучами, а сверху они такие белыми, как барашками. И сверху так приятно выглядят. И такое, как покрывало такое ватное. И это он смотрит, совсем другая картина. Все преобразилось. Когда он выше поднялся облаков, совсем все преобразилось. И он говорит, даже на сердце как-то по-другому стало. Я думаю, что мы, это все уныние, что переживания. Бог же есть, Христос есть. Он так же светит. Ничего не изменилось. Только это у меня. Это так же, как на земле дождь идет, а солнце не исчезло. И, друзья, вот когда мы смотрим на солнце правды, там написано, что для вас, благоговеющее пред именем моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его. Когда мы на солнце правды взираем, оно не погасло, оно не исчезло. И скоро оно зайдет, солнце правды, когда явится Христос. Тогда все изменится. Тогда все преобразится. Земля преобразится от славы Божьей. И мы преобразимся. Это наше ожидание. Но, друзья, взирая на это, у нас внутри тоже меняется. Мы образ его приобретаем. Но еще я хотел на что внимание обратить. На что мы еще должны взирать? Ну, как бы и связано и с первым, и со вторым. То есть, если прошлое мы взираем на прошлое событие, то есть, это две тысячи лет назад, Голгофа, распятие, ну, так сказать, большое временное расстояние. Вперед может быть не такое большое. Мне кажется, мы накануне живем пришествия Христа. Я об этом еще потом в конце скажу. Не так много. Но есть еще одно очень короткое расстояние, которое вообще самое короткое, куда нужно взирать. Это взирать еще в себя или на себя. Это не надо куда-то вдаль. Посмотрим на себя. Дело в том, что в нас тоже должен отражаться образ Христа. И Христос говорит, вы свет мира. А как мы свет мира? Неужели у нас настолько источник света у нас находится? Да нет, мы светим отраженным светом. То есть, отражая образ Христа, мы таким образом, как бы, светим его светом. Поэтому мы тоже свет. И, значит, взираем мы и на себя. И когда смотрим на Голгофу, смотрим на второе пришествие, еще обязательно нужно взглянуть и на себя. Какие у нас чаяния, какие наши ожидания, в чем наша надежда? Однажды я с одной сестрой молился, так беседовали, потом помолились. И я в молитве сказал такие слова, Господи, гряди скорее. Мне почему-то показалось, что это должны быть эти слова, как-то ей тоже близкие. Такие переживания у ней были там и трудности в жизни. И, ну, Христос придет быстрее, и все это разрешится, да? Говорю, Господи, гряди скорее. Но ее почему-то как-то аж так передернуло, она так отшатнулась. Но она ничего не сказала. Но мне показалось, она про себя, она сказала, нет, Господи, подожди. Я думаю, как-то удивило ее эти слова. Господи, гряди скорее. Я думаю, почему так? Почему мы христиане, но у нас нет ежедневной молитвы, Господи, гряди скорее. Это редко, когда мы так говорим. Хотя Новый Завет этим заканчивается. Ей, гряди, Господи Иисусе. Почему так? Может быть, ну, первая причина, или, наверное, что-то не в порядке в нас, да? Что-то не так. И что-то нужно изменить. В чем-то нужно покаяться. И вот слава Божья, это должно быть, как бы, образ этой славы, он должен быть, это в нашей жизни, он должен отражаться. Это быть постоянно. И вот я хотел несколько мест еще прочитать, как бы, на эту тему. Одно место, это 2 Петра 1, 3. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью». Хотя это, так сказать, в контексте нужно читать. Но хотел бы на слова обратить призвавшего нас славою и благостью. То есть мы призваны, призваны славою и, можно сказать, и призваны к славе. Значит, наше призвание. Вот, друзья, я думаю, здесь больше 100 тех, кто уже обратились к Богу, кто, так сказать, к Богу призванный, кого Господь призвал. Хотя, вообще-то, Он всех призывает. Он ко всем обращается. «Придите ко мне все, отруждающиеся, обремененные». И желаю, чтобы все люди покаялись, чтобы все обратились. Но те, кто на Его призыв откликнулся, те, кто послушался Его, они, это уже призванные, да? И вот в нашем призвании отражается слава Божия. То есть то, что Бог с нами сделал. Знаете, друзья, и никто, и ничто не может в этом мире совершить то, что совершил Христос в нашем сердце. Вот даже так вот сравнить, вот поставить то, что какой человек был до уверования, до обращения, вот так, и какой сейчас, должна быть ясна перемена. И эта перемена, это совершил Христос. Это совершил Он к славе Божьей. Помните, в Евангелии от Марка там описано, когда один бесноватый вышел, выбежал навстречу. Знаете, что только с ним не пытались сделать с этим бесноватым. Его и цепями сковывали. А он все равно все разрывал эти цепи, оковы все ломал. И там жил в гробах, бился о камни, кричал дико. И там боялись даже этим местом проходить. Все усилия были бесполезны. Настолько вот так, настолько был обременен и тяжело. И никто ничего не мог ему сделать. И вот когда Он, когда Иисус прибыл в это место, Он выбежал навстречу, поклонился. И Христос его освободил. И вот, знаете, когда люди пришли, посмотрели на Него, и увидели, Он сидит, и одет, и в здравом уме, то они ужаснулись почему-то. Как это так? Как это могло произойти? Какой силой это все произошло, да? Они ужаснулись. Хотя, вообще-то, они должны были бы воздать славу Богу. Но они это не сделали. И вот, смотрите, вот такое преображение. Кто это может сделать? Только Господь. И поэтому Христос и говорит этому человеку, хотя Он хотел следовать за Ним, Он говорит, иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. И как помиловал тебя, иди к своей домашнице, к свой дом. Почему? Потому что через Его, вот это свидетельство, через это Его рассказ, как бы, Он воздал бы славу Богу таким образом. И люди прославили бы Бога. Вот это изменение, которое произошло, потому что Бог нас призвал таким образом. И каждый из нас, вы знаете, если так взять бы, каждый бы попросить, чтобы каждый рассказал историю своего обращения. И каждое обращение – это чудо. Это чудо милости Божьей. Это чудо славы Божьей, то, что Бог совершил. И иногда удивляюсь, так посмотришь по внешности, вроде, ну, такой приятный брат или сестра, все, как бы, и внешность, и все. А когда начинают рассказывать свою историю, каким был, просто ужасаешься. Не сравнимы с тем, вот с тем этим бесноватым. Но Бог совершил, это слава Божья. И мы эту славу должны Богу воздавать. Знаете, друзья, это не, не можем мы, как бы, это присваивать себе, что это, мы сами это как-то, или своей силой произошло. Но, действительно, так, если мы искренни, то только Бог это мог сделать. И иногда люди говорят, ну, это, знаете, у вас, наверное, сила воли такая, это, тут надо, знаете, так вот, взял себя в руки человека, думался там, жизнь изменил. Но это невозможно, человеческим усилием невозможно, это только Бог делает. И, вот, как бы, взирая, когда мы или вспоминаем свое обращение, или, когда читаем, или слышим свидетельство, то, что совершил Господь, вот, когда покаяние других людей, свидетельство, то тоже мы взираем, таким образом, на славу Божию, то, что совершает Господь. И воздаем Ему славу. Второе еще место, которое хотел прочитать, это Филиппийцам 1.11. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Исполнены плодов праведности, сказано, в славу и похвалу Божию. Теперь, очень плохо, если только, вот, то, что сделал Господь в нашей жизни, она только ограничивается только обращением. Вот мы покаялись только, обратились, такое чудо произошло. И вот так, знаете, год за годом только одно событие можно рассказать. Это, как я покаялся, как обратился к Господу. Это, конечно, неплохо, но, вообще-то, на этом не останавливаются, так сказать, чудеса Божьи в нашей жизни. Исполнены плодов праведности. То есть, Христос говорит, я призвал вас для того, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. То есть, Бог от нас ожидает определенного плода в нашей жизни. Как мы можем взирать на славу Божию? А вот, знаете, когда мы... Вот книга хорошая, «Подражайте вере» их называется, да? Вот так читаешь описание, ну, так сказать, простой жизни верующего человека. И что Бог в его жизни произвел, какой плод они принесли. И, поражаясь, то есть, воздаешь славу Богу. То есть, зависит многое от того, на что мы взираем. Если мы взираем на пример других христиан, которые прошли впереди нас, да? Как сказано? «Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину жизни, подражайте вере их». Тоже мы как будто взираем на братьев, которые прошли впереди, на них взираем. Фактически, мы тоже взираем на славу Божию. Потому что то, что Бог совершил в ихной жизни, то, что Бог... Какие плоды они принесли, это все слава воздается Богу. И просто поражаясь, то есть, что Господь совершает. Один брат-узник за веру, ну, он говорит, я, говорит, я не знаю, я, говорит, это то, что в моей жизни произошло, это слава только Богу. Это Бог только совершил, никто иной. И если кто-то говорит, что я сам устоял, это не может быть такого. Не может человек устоять. То, что пришлось перенести, то, что вот эти, которые испытания веры, так сказать, это невозможно человеку перенести. Просто физически невозможно. То есть, это только Бог сделал. И вся слава, вся хвала только Богу. И мы, так сказать, взирая вот на тех братьев или героев веры, те, которые прошли впереди нас, может быть, еще и не только вот прошедшего поколения, еще и древности, вся история церкви наполнена такими вот событиями. Мы тоже преображаемся в тот же образ. У нас желание появляется тоже так же служить Богу, плод приносить для Господа. То есть, на что мы взираем. Еще одно третье место хотел прочитать. Это 2 Коринфянам 3.9. «Ибо если служение и осуждение славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдание». Изобилует славу и служение. Еще одно, где проявляется слава Божия, это, конечно, в служении. То есть, Бог нас призвал для того, чтобы мы могли и для других, другим людям нести Слово Божие. И вот это служение, оно тоже славное. Братья и сестры, надо сказать, что не только как бы прошлая история, она отмечена вот такими подвигами героев веры. Сейчас, знаете, мы живем в очень такое интересное время. Вообще, каждое время оно такое специфическое. В каждом времени для христианина свои определенные трудности и свои благословения. И нам Бог так усмотрел, чтобы мы родились и жили именно в это время, чтобы Бог нас призвал в это время. И, знаете, иногда кажется, ну что сейчас время такое? Свобода вроде бы, время благоприятное, и люди верующие часто свой взор обращают не на служение, а на что-то иное. Ну, может быть, где-то сейчас как бы современно или модно, или как бизнес и прочее, чтобы материальное облагощение здесь на земле, так сказать, устроиться получше. И на это все внимание, на это взор обращают, на это все. Но, знаете, Бог все-таки призывает, чтобы мы обращали внимание на служение. Сейчас тоже очень много возможностей для того, чтобы приложить свои силы, для того, чтобы послужить Богу и получить обильное благословение. И вот, когда мы, это славное служение, когда мы проповедуем Слово Божие, но нет ничего более наземлеценного. Я понимаю, нет никакого более другого рода работы или какой-то деятельности, которая имеет большую славу, чем проповедать грешникам о спасении. И, наверное, может быть, слышали этот пример распространенный. Это, кажется, Ульям Кэрри, который в Китае был проповедником. И, кажется, так. И вот он для того, чтобы китайцам проповедовать, он тщательно учил китайский язык. И настолько достиг совершенства, что в этом языке, ну, что полностью никакого преграды вот этой языковой барьеры не было. И он им проповедовал, этим китайцам. Ну, может быть, не было, так сказать, какого-то такого сначала явного успеха. И к тому же содержание денежное, которое он получал из Англии, оно было с перебоями шло. Он часто нуждался, и средств не хватало. А в это время там одна английская фирма искала переводчика, чтобы переводить эти деловые документы, коммерческие там договоры, сделки. И они услышали об этом человеке, англичане, но в совершенстве знают китайский язык. И к нему пришел представитель, который сделал ему такое предложение, что переходи к нам работать. И мы обеспечим вам достойную зарплату. И назвал ему сумму, которая в 10 раз превышала его содержание, которую он получал от миссии, да еще и, к тому же, еще нерегулярно. Ну, он выслушал это предложение, и подумал, и отказался. Вот тот представитель очень удивился. Ну, как так? Такие средства, такие деньги, и не может понять его отказ. Говорит, в чем дело? Может быть, сумма недостаточно большая? А он ответил, миссионер ответил так. Что сумма-то большая, а вот дело-то маленькое. Дело-то слишком маленькое. И, вы знаете, то есть он избрал то дело, которое имеет большую славу. Славу вечности. Служение. И это служение, это славное, братья и сестры. Но в этом служении, мы, может быть, сегодня будем немножко рассказывать, конечно. И сейчас вот тоже есть труднодоступные места, где нуждаются миссионеры, и все. И это Бог ждет и нас, и вас ждет там, на этих миссионерских полях, чтобы трудиться, чтобы там вот это славное служение было. Только есть еще одна опасность, что присвоить эту славу себе тоже. И часто и люди, они же не видят, ну, как бы, Бога, чтобы ему воздавать славу. Один раз мы проповедовали, ну, беседовали, точнее, так сказать, в одной семье, пожилые муж с женой. И так пригласили, мы с одним братом пришли побеседовать. Они такие образованные, грамотные, он бывший директор школы или училища, и уже на пенсии, так пожилой. И так с ним беседовали. Мы несколько часов так, разные вопросы, так серьезные были. И так хорошо побеседовали. Ну, и так уже прощаться. Вроде бы казалось, что и Слово Божие касается. А потом жена уже там спровожает и слезы на глазах так вот, и плачет. Ну, думаю, наверное, Слово Божие так коснулось. А когда прощались, она говорит, молодцы ребята, на таких, как вы, стоит Россия. И я подумал, ну, вот мы проповедовали, говорили, ну, может быть, мы как-то все-таки не смогли показать Христа. Не смогли, так сказать, ну, чтобы славу Богу воздали. Причем здесь эти ребята? Мы хотели о Христе рассказать, хотели, чтобы Христу вся слава была, но они увидели только нас. Ну, может быть, это и наша вина какая-то была. Сейчас вот мы были в Тафаларии, и тоже проехали на лодке в те места, где еще вообще ни разу никто не проходил на лодке. Ну, это, там такие пороги серьезные. Ну, там, вечером там и слайды будут показаны, все. Настолько сложный путь, и никто ни разу никогда не проходил. Ну, мы сделали попытку, как бы, как, в плане, как разведки. И когда мы к Лагжеру приблизились, там люди вышли, сначала там дети, потом постаршие, подростки, потом молодежь, потом взрослые подходили. И так все подходят, все удивляются, все головой кивают, даже возле лодки фотографировались, и говорят, вы первые, вы первые. Никто еще ни разу не проходил здесь на лодке. Это вы первые из города сюда пробрались. Ну, это то есть за много лет. И это, и думаю, что какая-то слава, то есть, она обязательно распространится, она будет известна, может, на всю Тафаларию будет известна. Но думаю, ну, как хорошо, если бы эта слава, чтобы они поняли, что это ради имени Иисуса Христа было сделано, что не просто вот так мы как экстремальный спорт какой-то решили так пройти, значит, показать, что мы можем, мы что-то способны или что-то такое. Мы это делали ради Господа. И хорошо, если бы у людей эта слава так она осталась, что это христиане, это ради Христа они сделали, чтобы посетить своих верующих они это сделали, чтобы славу Богу воздавали. Но вообще так это легко, это присвоить себе. Но, друзья, то есть взирая также и служение, славное служение, если мы этому жизнь свою посвятим, никогда, никогда не пожалеем, никогда не испытаем разочарования, потому что это славное служение, оно и произобилует славой, написано. И эта слава, причем она не какая-то временная здесь, что медаль повешали на шею, а потом время прошло, и всеми забыт. Но это слава, она, которая в вечности имеет значение. То есть это дела, которые имеют значение для вечности. И взирая на славу эту, мы преображаемся в тот же образ. И, друзья, еще хотелось, так уже, можно сказать, как бы, ближе к заключению, сказать, хотелось о будущей славе, то есть то, что ожидает нас в будущем, слава церкви. Потому что Христос говорит, хотел бы представить себе славную церковь, не имеющую ни пятна, ни порока. То есть славную церковь. Церковь будет иметь необыкновенную славу в будущем. И, братья и сестры, это будущее, оно даже, мне кажется, совсем недалеко. Хотя говорят уже и много, говорят, ну и сто лет назад тоже так же говорили, что вот-вот, сейчас пришествие уже скоро будет. Но если сто лет назад говорили, ну, значит, тем более сейчас ближе. И даже и написано, что с тех, некоторые наглые ругатели, что с тех пор, как начали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Да нет, все-таки не все остается так же. Это может быть на поверхностный взгляд. Может быть, мы и так живем, внимания не обращаем сильно. А знаете, это на самом деле, мы живем настолько в последнее время, что вообще-то в любой момент может быть славное пришествие Христа и церковь будет восхищена Господом на воздухе. Вот это в любой момент. Это не преувеличение какое-то. Это в любой момент. Я вообще так как-то не сильно вот сторонник ну, как вот этих признаки второго пришествия, чтобы так живописно описывать, так сказать, художественно. И что вот-вот-вот, ну, как-то иногда отмахиваешься, да вот там такое событие, там такое, какие-то там политические или еще что-то. Некоторые вещи, знаете, друзья, все-таки хотел бы сказать, потому что это не какая-то там спекуляция на этой, так сказать, горячей теме, а то, что вот сам реально прочитал, то, что сам реально слышал, знал, узнал, так сказать, что сейчас происходит. И то есть вот это, ну, для чего это хочу сказать? Потому что приближается время, чтобы церковь прославилась. И когда увидите все это с бывающим, то восклонитесь, поднимите голову ваше, время близко. Ну, часто наоборот, голову восклоняют вниз, и тут и работать надо, и тут и другое, и суета, и забота, и житей, некогда вокруг посмотреть. А Христос говорит, смотрите, бодрствуйте, молитесь. То есть накануне пришествия как раз не будет великое пробуждение, а будет великое отступление. И во многих охладеет любовь, это тоже факт, но это не значит, что в каждом охладеет любовь. И мы наоборот должны восклонять голову свою, возрадоваться, скоро наступит день, когда Христос явится во славе. Это в любой момент может произойти. Я несколько таких, как бы сказать, признаков, примеров приведу, то, что я услышал и узнал. Знаете, есть в Европе так сказать, объединенный Европарламент. И в Брюсселе он находится и там здание, которым он располагается. Вот брат один показал мне фотографии этого Европарламента. Знаете, что он собой представляет? Он представляет собой незаконченную Вавилонскую башню. То есть Вавилонская башня построена, ступенчатая такая, и верхний этаж он незакончен. Как будто бы ну такие сделаны здание это уже закончено, но у него потрачены миллиарды долларов на это здание. А так по проекту, что как будто оно незакончено. Верхний этаж он наполовину недоделанный. Там какие-то шпангоуты стоят, там вроде как перегородки, но обшивки нету. И вот так вот так будто брошенная стройка. И действительно проект на самом деле он так и есть. Так проект был создан, задуман, что незаконченная Вавилонская башня. Значит вот этот Европарламент сейчас заседает в Вавилонской башне. А перед перед этим зданием стоит скульптура. И что она представляет собой? Тоже фотографию значит видел. Это зверь с такими двумя рогами. И на спине у нее сидит женщина. Значит обнаженная женщина. Вот так руки у нее. Волосы распущены. И это вот как бы символ Европы. Так они называют. жена сидящая на звере. И причем точно символ из откровения. И просто удивляюсь. Но эти люди в слепоте или как? Но они точно исполняют библейское порочество. Значит Вавилон великий и перед ним вот эта статуя жена сидящая на звери. И это реальность. То есть это вот сегодняшнего дня. Может быть мы не слышим и не думаем об этом. Но это так. Часто внимание еще обращают на Израиль. И тоже я несколько информации получил из даже не христианских источников а из еврейских. В одной еврейской газете прочитал. Много говорят, что храм уже вроде бы почти чуть не строится и там значит уже материал заготовлен. Насчет этого не знаю. Но что в еврейской газете было описано, что в израильском парламенте в Кнесете рассматривался проект одного украинского инженера по восстановлению храма на вот этой Сионской горе. Ну украинский инженер в смысле он еврей эмигрировавший из Украины. И этот проект рассматривался и был отвергнут. Это краткая такая информация заметка была в газете еврейской газете. Но смотрите значит факт в том что в парламенте на самом высшем уровне рассматриваются проекты строительства храма восстановления храма. Тот проект был отвергнут значит будут другие проекты. Еще интересно тоже в израильском журнале прочитал как евреи вышли из положения чтобы насчет священников ведь родословные это потеряны то есть евреи и россияне они потеряли все свои родословные а к жертвеннику никто не может приступать ни из колена ни из рода Аарона и вот как они вышли из этого положения знаете очень хитро и оригинально они выбрали всех людей всех евреев которых такие чистокровные евреи с фамилией Коган или Кохан из них они выбрали тех которые строго соответствуют священникам ветхого завета и их написано посвятили на служение значит Коган или Кохан по-еврейски это священник то есть они такую мысль допустили что фамилия это не случайно то есть это потомки тех священников которые когда служили 2000 лет назад служили в храме и то есть откуда эта фамилия бы взялась у этих людей и значит в храме в будущем который будет восстанавливаться в Израиле все священники будут по фамилии Коган и в отношении их законы специально приняты и это тоже все уже реальность то есть они уже посвящены на служение только храма еще пока нету жертвы пока не приносятся еще богослужение не совершается но эти священники по фамилии Коган они уже набраны так сказать это состав и еще про начертания часто говорят тоже тоже на разной темы но вот мне книга попалась одна и там знаете там описано все вживляемые чипы микросхемы которые не теория какая-то а то что на самом деле они уже существуют и где они в каком году применялись и какие характеристики фотографии и все прочее и самый перспективный знаете как называется ангел джидитал по-английски то есть это цифровой ангел и вот там его характеристики описаны все как он значит вживляется в тело человека и говорят это вот настоящий ангел хранитель будет то есть кто его значит приобретает или то значит его обеспечена безопасность там со спутников его наблюдают этот человек уже никуда не потеряется и там прочее у него там характеристики как внутреннего паспорта и прочее и это не то что как бы предположения какие-то а это идет полным ходом то есть это стоят большие деньги и целые очереди стоят на то что на вживление этого чипа и это сейчас оно имеет распространение и все расширяется то есть это как бы реальность сегодняшнего дня то есть эти уже так сказать цифровые ангелы они уже в полном в полном ходу и тысячи если не миллионы людей они их уже получили приобрели но все это знаете это как бы сказать это только можно сказать капля в море тех событий которые происходят и причем они меняются с калейдоскопической быстротой то есть не успеваешь одно второе третье и христос говорит что посмотрите когда все это увидите сбывающе восклонитесь голову ваше потому что близко избавление ваше и поэтому я повторюсь то есть в любую секунду может произойти пришествие христа за своей церковью и вот что нас ожидает конечно друзья ожидание оно вообще всегда утомительное в какой-то мере да ожидание но ожидание оно может быть разным ожидание может быть разным представим такую картину ожидания вот мы ждем гостей время уже приближается вот 7 часов вечера сейчас должны гости прийти а у нас ничего не готово на стол не приготовлено там суп еще только варится там дома беспорядок еще и мы ничего не успеваем мы суетимся мы стараемся успеть но время уже неумолимо стрелка приближается к 7 и вот сейчас должны прийти гости и какое чувство тогда мы в ожидании находимся но какое чувство возникает хоть бы они задержались да ну хоть бы на 15 минут хотя бы задержались я бы может быть еще успел да или я бы успела или другой вариант ожидания когда у нас все приготовлено стол накрыт чистота порядок все уже есть и даже остывает все значит мы ждем гостей и вот время подходит к 7 и у нас тоже ожидания но какое какое ожидание мы думаем так ну скорее бы пришли скорее бы пришли вот может быть хоть даже сейчас у меня все готово я жду вот видите в том и другом случае ожидания но в том и другом в сердце разное состояние хоть бы они задержались или хоть бы они скорее пришли и так же вот и здесь в ожидании Христа для одних это ожидание оно ну хоть бы он замедлил как один молодой человек он говорит так папа ты не переживай я все равно к Богу приду ну папа говорит ну как не переживать время-то коротко да я еще приду к Богу вот так вот ты не переживай ну и знаете это не утешение для отца если отец верующий а сын он живет без Бога это не утешение я приду вот сколько так людей они говорили что я еще успею я еще приду а времени их не оставалось и Христос я думаю что не будет задерживаться из-за того что кто-то обещал но так и не пришел а он придет когда наступит полнота времени назначенный час он придет придет за церковью вот братья и сестры я хотел еще последнее сказать о славе то есть которая насаждает в это слава слава во Христе или слава церкви знаете еще никто никогда не видел такой славы нигде и никогда Богом предусмотрена церковь как прекрасное творение во всей вселенной ничего более прекрасного нету ничего более совершенного нету но братья и сестры церкви никто никогда еще не видел никто никогда церкви еще не видел знаете почему потому что вот то что мы Мы собираемся, ну вот поместная церковь, там Абаканская или Братская, это только часть, это маленькая часть церкви, и на земле совершенства нету, конечно. А почему ее никто не видел, всю церковь? Ну, во-первых, есть души, которые уже успокоились от дел своих. Вот начиная со времен апостолов до последних мучеников наших дней, да, сколько уже христиан закончили свой путь христианский и вошли в обители Отца. Ну, я думаю, что многие-многие миллионы, но мы их никогда не видели, и до самой встречи с Господом на воздухе мы их не увидим. Второй момент. Мы разделены еще расстоянием. Вот сейчас на земле, я тоже думаю, что многие тысячи, может быть даже миллионы христиан, мы не знаем их число, но где-то в Африке, где-то в Америке, там тоже есть христиане, возрожденные, верующие, принадлежат церкви Христовой. Но мы их не видели никогда и никогда не увидим на земле, потому что мы разделены расстоянием. Может максимум, кого мы знаем, это может быть тысячу человек, тысячу верующих, вот и все, наверное, больше мы навряд ли кого знаем. А всех остальных, которые тоже в наше время живут сейчас на земле, но мы их не видим, мы их не знаем. И еще третья категория. Это те, которые, возможно, они еще не родились. У Бога они есть, Бог их знает, но на земле даже их родители еще не знают, что у них будет ребенок, который станет христианином и будет принадлежать церкви. Возможно, если Бог продлит время благодати, возможно, они еще не родились. Но представьте себе, что когда наступит момент, когда Христос придет за своими, это будет мертвого Христе воскреснуть прежде, потом мы, оставшись живы, будем восхищены Господу на воздухе и так всегда с Господом будем. И вот вся эта церковь всех прошедших времен и нынешнее живущее поколение, все соединятся и одна великая славная церковь появится. И знаете, вся земля осветится от ее славы. Эта слава будет необыкновенная, это самое прекрасное творение во всем мироздании будет. Церковь Иисуса Христа, невеста Христова. И уготован был для нее, одета была в весон белый чистый, весон есть праведность святых. Вот эта церковь, которая будет сиять, как звезда, прекраснейшая. И вот это удивительно, это чудо будет, вот эта слава, которая наполнится вся вселенная, слава церкви. Все мироздание ахнет, удивится, изумится. И просто удивительно будет, но все, что сейчас, что перед людьми ценно, все превратится в прах. Помните, вот в книге Даниила, вот тот истукан, который стоял в таком величии, золотая голова, серебряная грудь, там бронзовый у него живот и стальные ноги у него были. В таком величии стоял. И вот камень ударил без участия рук человеческих в эти ноги. И рухнул этот истукан, все смешалось, превратилось в прах и ветер развеял. И вот чем люди живут на земле, вот эти идеологии всевозможные, вот эти государства, структуры управления, человеческие, что люди, миллионы людей, чему служат и на что надеются, такую силу, кажется, имеют. Все это рухнет, превратится в прах и рассеется. А то, что казалось ничтожное, то, что касалось ничего незначащее, которое никакой славы на земле не имело, оно приобретет славу в вечности. Это, как в притче Христос говорит, когда это маленькое зерно, которое меньше всех, зерно горчичное, меньше всех семян на земле, да? А когда вырастает, становится огромным деревом. И вот так, друзья, самое маленькое становится самым огромным. Вот это чудо. И вот эта церковь будет. Вот что сейчас она представляет собой? Что она значит? Ну, я думаю, даже никакой летописец не обратит внимания на нас там группочка, там группочка, там. Что она значит в истории человечества, в истории цивилизации? Ничего не значит. Но вот это, кажется, ничтожное, оно превратится в самое великое. И слава церкви, она будет навсегда, на всю вечность. И, друзья, вот эта слава нас ожидает. Поэтому у нас очень славное будущее. Но хотелось бы, чтобы мы здесь, на земле, эту славу приобрели. Потому что так написано, что там, в этой церкви, мы будем занимать, ну, как бы, соответственно, славе, которую мы приобрели здесь. То есть, как иные воссияют, как солнце, как луна, иные, как звезды. И звезда от звезды разнится в славе. То есть, соответственно, как мы смогли отразить образ Христа здесь, на земле? Как мы смогли в ее образ, в эту славу преобразиться? Настолько будет эта слава вечности. И, друзья, для нас приготовлена такая великая честь, такая великая слава. И просто, ну, так сказать, у меня не хватает никаких слов, ничего, но представить, что и я буду какой-то вот там маленькой клеточкой, но в этом славном теле Христова, в невесте Христа, в церкви. И каждый из нас, братья и сестры, будет эту славу иметь. И, ну, еще один хотел момент. Как-то в книге Откровения, как-то часто я люблю читать книгу Откровения, часто так читаешь, вроде поверхностно не обращаешь внимания. Помните, там есть такое место, когда 24 старца у престола Агнца. И я обратил внимание там, что они, написано, повергают венцы свои перед престолом. И говорят, достоин ты, Господи, принять честь и славу. Ну, и вообще в греческом языке не старцы, а старейшины, пресбудьте раз. И, значит, вот эти старейшины, которые являются представителями церкви, как я понимаю, как собирательный образ может быть церкви, не знаю. Они повергают свои венцы перед престолом. Значит, думаю, сначала эти венцы им были даны. Ну, было бы что-то повергать, что-то снимать, да? И вот я представлю, братья и сестры, как, вот я не знаю, как вы себе представляете, когда Христос будет раздавать венцы. Мне кажется, мне как-то будет неудобно. Ну, вот представьте, раз венец, Христос дает венец. Но вот как-то мы не привыкли, чтобы получать венцы. Больше поношения, больше насмешки, оскорбления, это как-то более привычно. А вот, чтобы венец, и перед вселенной Господь на браке или там на судилище Христовом дает венец. Мне кажется, как-то неуютно или неудобно себя чувствовать буду. Но дальше написано, что эти венцы потом полагают и перед престолом Агнца, и говорят, ты достоин принять честь и славу. Мне кажется, намного приятнее будет снять этот венец и положить у ног Христа. Намного приятнее, чем его получать. И снять его положить, сказать, ты, Господь, достоин. Так что, кто мы такие? Что мы сделали? А ты, Господь, достоин принять всю славу и честь. И мне кажется, это слава, это счастье намного больше, чем эти венцы получить, чтобы сложить их у ног Христа. И, братья и сестры, это тоже нас ожидает. Так написано. Мы венцы свои сложим у ног Христа. И скажем, ты один достоин. И, братья и сестры, на этом мы будем заканчивать. И хотелось бы так, чтобы мы все об этой славе размышляли, взирали на славу Христа, то есть на Голгофу, на второе пришествие Христа, на славу, которая открывается через обращение грешника, на славу, которая через жертвенную жизнь, через плоды, через даже смерть некоторых святых, на славу, которая открывается через служение. И нынешнее даже служение, это славное служение проповеди Евангелия до краев земли, чтобы мы были готовы к пришествию Христа, чтобы там уже с Ним войти вечную славу. Будем молиться. Аминь.